Итак, смотрите, как интересно, мы можем много лет жизни прожить вместе, но отношений нет, потому что отношения всегда имеют внутреннюю природу, они не внешние, а внутренней жизнью мы вообще не живем по факту, часто в своей судьбе, часто не живем ей. Почему? Потому что мы не знаем, что она нужна. Вот, допустим, человек думает, я хочу с ним поговорить, я все выяснить хочу, но часто это приводит к стандалу и ничего не выясняется. Теперь второй вариант, я сажусь просто, молюсь и думаю, пускай в его жизни все будет хорошо, молюсь святому человеку и думаю, пускай в жизни моего близкого человека все будет хорошо. Я эталон любви и чистоты привожу к сердцу, и с позиции этого эталона вспоминаю, что такое чистота, светлость, вспоминаю, во что верить, вспоминаю, что есть чистота, есть святость, есть красота, чистота, вспоминаю, сердце мое торжествует. И в это время, во время этого торжествования я не думаю, пошли все нафиг, буду жить с этой чистотой. А я думаю, я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, хотя мы поругались с этим человеком. Вот это называется любовь уже. Любовь, она имеет бескорыстную природу, просто чувство долга, я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Почему? Потому что по-другому хотеть, это просто зря жить с близким человеком, пустая жизнь. Она бессмысленна, потому что нет результата, никогда ты не увидишь этого человека по-настоящему. Вот то, что нам показали, try and buy, знаете, try and buy, знаете, что такое? Яма-версия. Сейчас распространяем бизнес, нам что-то показывают, какую-то картинку, красиво все работает, а теперь покупай. Это не является чем-то новым. Это божественное устройство так работает. Нам Бог дает вот это первое чувство близкому человеку, в нем раскрывается все самое лучшее, мы видим в нем духовные проявления по факту. А потом это все исчезает. Почему? Потому что теперь попытайся так с ним жить, чтобы у него это само начало работать. Не по воле Бога, а само. И как это так жить? Надо вот жить для Бога и служить близкому человеку. У него вот это чувство благодарности первая стадия, на ней возникает спокойно, жить можно вместе, в спокойствии. Вторая стадия, когда мы продолжаем служить, возникает уважение, потому что из него больше божественного выходит, потому что мы все имеем божественную природу. Мы не эгоисты по природе, как нам кажется. Я вам объяснил, что мы с рождения сотканы из желания служить. Мы хотим жить не для кого-то, мы не можем жить сами по себе, понимаете? Мы должны для кого-то жить. И поэтому наша природа, она божественная, она чистая. Мы достойны настоящей светлой любви. И эта светлая любовь рождается только в любовных отношениях, которые труднодостижимы в этом мире. И начать их надо с себя. Не с него вот, он пускай, он первый. Вот он, когда меня полюбит, тогда я его полюблю. Это и есть корысть. Вся ругань на этом основе. Почему ругаемся? Вот когда ты будешь ко мне так относиться, я к тебе тоже. Когда ты по лекциям будешь жить, Олег Геннадьевич, я тоже буду жить. Или ты лекция слушала, Олег Геннадьевич, вот и живи по лекциям. Это не любовь, все. Это так. Вторая стадия верности, вторая стадия уважения. То есть вот постепенно это перерастает, вот чувство, что у него действительно есть что-то такое у этого человека внутри. Может быть, это еще не совсем проявлено, как-то внешне проявляется. Но песня уже есть. Что-то есть тебе такое, а какое не пойму, да? Что-то есть, что-то есть тебе такое, а какое не пойму. Песня есть такая. Вот, то есть человек чувствует, что человек хороший внутри. В глаза смотрели друг к другу с близким человеком? Вот в глаза вот сядьте и посмотрите с близким человеком в глаза друг к другу. Просто посмотрите, не для того, чтобы потом сексом заниматься, а посмотрите просто из благодарности. Из благодарности. И вы увидите другого человека перед собой. Другого человека. Почему? Потому что он другой на самом деле, не такой, какой он выступает перед нами. Он перед нами играет роли, наслаждает нас и мучает. А он вот просто, он такой вот, он какой-то такой вот. Вот как, почему мы ребенка маленького любим? А потому что он еще не играет никаких ролей. И мы смотрим ему в глаза, и он вот смотрит на нас. Он такой вот верный. Вот такой он. Твой. Верный. И он смотрит простыми глазами, вот он. Он никакой роли не играет. Он просто вот такой. И поэтому мы его любим. Так? Потому что мы видим в нем чистоту. Вот эту изначальную вещь. Душу видим в человеке. Ребенок открывает душу перед родителями. Поэтому он вечно любим. Так же может муж душу открыть. А вы посмотрите на него без каких-то желаний наслаждаться им. А просто вот посмотрите как на душу. Что там есть что-то хорошее внутри этого человека. Чистое, светлое что-то есть. И служите чистому светлому в нем. Не чтобы он наслаждал мои чувства. Просто вот потому что он есть. Это уже любовь. Тогда благодарность просыпается. От этого чистого светлого начинает исходить ко мне обратная связь. Вот с чем я отношения строю в близком человеке, то и будет реагировать. Если я с его половыми чувствами строю отношения, половые чувства будут реагировать. А если я с его душой, с ним как с душой реагирую, тогда душа, ну строю отношения, душа среагирует в ответ. И тогда ты увидишь вечность в отношениях с ним. Чистоту увидишь. Да человек вечность видит в отношениях с близким человеком. Когда близкий человек тело оставляет, не меняется чувство. Люди, которые достигли настоящей любви, они не расстаются. Потому что тонкое тело не умирает. Вот мы умираем все только в грубом теле. А тонкое тело как жило, так и живет. Оно никуда не девается. Я вам говорю как свидетель. Потому что я изучаю тонкое тело. Вот сейчас до лекции я принимал людей по фотографии. Я то есть лечил их, они на расстоянии находятся, я с ними работал. Это обычная практика для меня, многолетняя уже. Там продолжается прием, все, я по фотографии смотрю, тестирую. Порядка 20 показателей надо снять, тонких, чтобы определить конституцию человека, назначить ему лечение и так далее. И вот я вам как свидетель говорю, что когда грубое тело лежит, там ничего нет внутри. Нет смысла его хоронить куда-то, потом ходить на кладбище. То, что там находилось, оно оттуда уходит. Связь, конечно, остается какая-то с этим. Память через этот объект приходит, да, это факт, память. Ты приходишь на кладбище, память, связь, это как антенна, связывает тебя с объектом, ты начинаешь вспоминать человека. Но вспоминаешь ты не то, что лежит в земле. Человек не является вот этим грубым телом, которым мы свои отношения строим. Он совсем другую эту природу имеет. Душа, она по природе соткана из любви. Любовь — это духовная энергия. И мы души, мы сотканы из этой духовной энергии, энергии желания отдать свою жизнь. Любовь — это желание отдать свою жизнь. Вопрос только к кому.